Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на замечательное АВП, который мне подарил замечательный подписчик. Сколько автологий в моих речах. В общем, такое АВП мы разыгрываем, ребята. Участвуйте в конкурсе. В группе ВКонтакте конкурс висит, сами знаете где. Вот на такой прекрасный скин АВП Древесная Гадюка с хорошей наклейкой. Наклейка Игрушечный Тигр. Рублей 200 этот скин примерно стоит. Поэтому всем удачи, всем приятного просмотра. Всем привет, ребята. Сегодня, как вы поняли по названию ролика, мы будем опять тестировать новые вкусы сухариков. Лично для меня. Багеи, обычные сухарики. В общем, сухарики к росту будем пробовать. У меня там вкусов штук 6, наверное. В общем, такая тема. У меня ночь, буду говорить шёпотом. Ещё также купил пепси себе. Чтоб запивать. Также мазик уже на месте. Поскольку тут солнечных нет, как в прошлый раз. И в прошлый раз, кстати, было плоховато мне потом, под утро. В общем, открыл первую пачку. Называется... Сейчас я сижу в наушниках. Называется она Крылышки Барбекю. Выглядит вот так. Пачка у нас всё такая вот. Вообще не такой, как будто без вкуса. Странно. Наверное. Не пойму. Странная штука. Без вкуса как будто. Не понимаю. Так, я продолжаю. В общем, я доел. Сухарики. Сухарики, ну, так скажем. Оценочку из пяти, если дать. 3,5 где-то, 4. Плюс-минус. Не прям пятёрка. 3,5 где-то. После них ещё привкус такой сладкий, знаете. В общем, впервые пробовал, кстати, такой вкус. Наесться можно очень неплохо такими сухариками. 90 грамм. Поэтому, если хотите, что-то там сколы попить или что-то взять там. И похрумкать. Идеально подойдёт. Отвечаю вам. По-любому. Ну, а я иду дальше. Дальше у нас опять же новый вкус, который я не пробовал. Багет, говядина, перияки. Багет, если что. Не обычные длинные сухарики, а багет вот такой вот. Тут уже 60 грамм. Пахнет плохо. Вот так пачка выглядит. Пробуем. На вкус горелого чё-то. Пусть торияки, кстати. Говядина периякила. Это как раз я сухарики с соусом торияки хотел попробовать, но не нашёл. Да что такие пойдёт. Неплохо, кстати. Реально. Реально неплохо. Скорее, в четвёрочку поставлю. 4,5 даже. 4,5. Идеально. С мазиком надо будет чё попробовать. Так. Почти доел эти сухарики. Вот с торияки. Говядина торияки. В общем, что могу сказать. 4,5 ставлю 100%. Так же смешивайте с майонезом. С майонезом намного вкуснее получается. Это и в миллионы раз лучше. Приллионы раз. И когда поешь там уже больше 10 этих сухариков, именно этот вкус, немного сырка отдаёт даже. С сыром. Не знаю, возможно, связано с тем, что я майонез... Я, короче... Вылил, так скажем. Как правильно будет сказать? В общем, мазик у меня на тарелке. Которую я ел доширак. Вот. Время часа 18. Ночи, если что. Поэтому мозг вообще не варит. И там типа приправы. Возможно, с этим связано. Хотя в приправах сыра что-то я не припомню. Скорее всего, это вкус такой. С сыром отдаёт. В общем, такая тема. В общем, 4,5 ставлю. Фига фокус. Вот такая тема. Идём next. Так, ну чё. Время пришло. Да, правильно. Для сухариков хрустим. Со вкусом баварских колбасок. Будем тестить. Впервые, кстати, пробую такой вкус. Поехали. Открываем. Ммм. Да, похоже офигенно. Вот пачка примерно выглядит таким образом. Как и ожидалось, балдёж. Ставлю 5. Разбираем пачку. Вот отсюда. И заливаем у нас мазик. Мазик выливаем. Наш любименький. Вкусненький мазик. Всё, готово. Мазик готов. Можно макать и кушать. Просто идеально. Вот так. Лучший вкус. Ну ещё и сметанная зелень вкусно. Но это будет следующее. В следующие разы. В общем, вкус. Пятёрку ставлю твёрдо. 5 из 5. 6 из 5. Балдёж. Ммм. Супер. Ребеди, это вообще жестяра. Я сейчас доел эти сухарики баварские колбаски. Оценку свою. Пятёрку оставляю. Пятёрочку. Но хочу сказать одно то, что Будет сжечь в горле очень сильно. И вообще в целом сжечь рот весь будет. Поэтому берите с собой воды какой-то. Чтобы промывать рот, так сказать. Его даже сопли уж пошли, прикиньте. В общем, вот что я хотел сказать по этому вкусу. Поэтому вот такая вот фишка, так скажем. Лайфкак. Да. Уберите с собой воду. Так, продолжаем наш обзор на сухарики. Следующий на очередь у нас холодец с креном. Сразу скажу то, что вот у меня 4 пачки осталось. С эфетом этой. Там все эти 4 пачки вкуса я пробовал. Но в любом случае, я буду всё вам показывать, говорить. Вкусно-невкусно, по моему мнению. Холодец с креном. И ещё у меня закончился майонез. Слава богу, кстати. Потому что вред колоссальный на организм. Будем есть без майонеза. Ну ещё он так вот где-то внутри. По вкусу. Ну по вкусу дефолт. Мне кажется, холодец с креном. Сухарики. Много топового. Обычный вкус. Обычный с креном. Но желательно этот вкус есть с майонезом. Вот это кайф. Прямо обязательное условие с майонезом. Или с каким-нибудь соусом. Кетчупом там и так далее. Хотя с кетчупом я не пробовал. Вот с майонезом заходит. Следующий вкус у нас будет багет королевский краб. Сразу скажу. Вкус я этот пробовал. Да большинство народу наверное уже пробовал этот вкус. Но это вкусно. Очень вкусные цукарики такие. А с мальчиком они заходят на ура вообще. Я вам говорю. Я вам отвечаю. Это просто балдеж. Вот так выглядит. Вот так вот. Место так сказать для майонеза тоже есть. Их даже без майонеза закушать одно удовольствие. Они очень вкусные. Им даже майонез не нужен. Но мы все равно мазика жахнем и попробуем. Это вкуснота. Этому вкусу я ставлю твердую пятерку. Прям твердую. Очень вкусно. Next вкус у нас сухарики с кальмаром. Этот вкус я тоже пробовал. Офигительный вкус. Без майонеза тоже идет вообще спокойно. Оценочка все по-прежнему пятерочка. Вкус у него очень вкусный. То есть и без мазика тоже идет. Забыл показать. Так выглядит. Внутренность. Уже разорвал. в этот шип момент залить. В общем такая тема. Так. Зальем мазика туда. Мазик готов. Пробуем с мазиком. Оп. Не раз пробовал. Вот теперь вкуснятина. Без мазика тоже вкусно. Но если хотите прям побалдеть жестко пробуйте. Пробуйте с мазиком или кетчупом. Зайдет на ура. Так. Следующий вкус у нас кстати говоря сухарика будет багет, томат и зелень. Этот вкус я тоже пробовал. Ставлю тоже сразу у петерцов. Офигенный вкус. Даже запах офигенный. Прикиньте. Какой вкусный. Вот так выглядит. вкуснятина. Мазика сейчас тоже зальем. Него. Готово. Мазик есть. Пробуем с мазиком. Мазиком он еще лучше получается. Вот вам секретик небольшой ребятки. Мазик все решает. Ну такой обзорчик. Это была последняя пачка кстати. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok